Через несколько дней эти две коробочки покинут стены Института космических исследований в Москве и отправятся в лабораторию реактивного движения НАСА. Это ДАН – уникальный прибор для анализа марсианского грунта. В следующем январе его прикрутят к гигантскому марсоходу МСЛ, который опустится на Красную планету в 2012 году. По сути дела, это аналитическая лаборатория, в которой могут проводиться очень подробные исследования вещества Марса с достаточно детальным анализом этого вещества, с конечной целью, во-первых, поиска возможных признаков существования в прошлом или в настоящем жизни, и, во-вторых, это предварительные анализы, отбор наиболее интересных образцов, которые в будущем можно вернуть на Землю для изучения в земных лабораториях. МСЛ – это крупный ровер размером с автомобиль. Он изначально рассчитан на долгие путешествия по Марсу. МСЛ работает не от солнечных батарей, а от радиоизотопного генератора, поэтому ему не страшны ни ночная тьма, ни зимний холод. Аппарат должен проработать минимум один марсианский год и пройти за это время не менее 30 километров. И ученые надеются, что эти параметры будут многократно превышены. У марсохода десяток точнейших инструментов. На его механической руке целый арсенал приборов, которые можно будет поднести к любому камню. А если камень окажется особенно интересным, можно даже взять образец и отправить в чрево марсохода. Под микроскоп, в химическую лабораторию или масс-спектрограф. Все, до чего не получится дотянуться, изучит дистанционно. К примеру, специальная лазерная пушка будет испепелять породы и исследовать их состав по спектру образующихся паров. Наш прибор – это тоже прибор, в котором мы будем облучать поверхность Марса потоком нейтронов. И по регистрации ответного излучения нейтронов от поверхности, по сути дела, судить о том, сколько там водорода. И тем самым мы сможем помочь всему проекту, всей лаборатории найти то наиболее интересное место для исследования вещества, где в этом веществе присутствует больше всего воды, а значит, там могут быть наиболее, скажем, благоприятные условия, чтобы найти примитивные, может быть, в прошлом или, может быть, в настоящем, формы жизни или следы наличия такой жизни. Мы этот прибор делаем в Институте космических исследований в очень тесной кооперации с Институтом автоматики имени Духова. Прибор ДАН состоит из двух частей – блока детекторов и генератора. Коробка с управляющей электроникой руководит работой всего ДАНа, а пара круглых коробочек – это сами детекторы, которые будут ловить тепловые нейтроны от марсианского грунта. Обстреливать грунт нейтронами будет генератор. В этом генераторе находится нейтронная мишень, которую, если тут можно увидеть, она здесь даже помечена крестиком. Из этой мишени, собственно говоря, вылетают высокоэнергетичные нейтроны. Мишень сделана из титана, в котором растворены ядра Трития. Если обстрелять их ядрами Дейтерия, пойдет реакция, в которой как раз и рождаются быстрые нейтроны. Некоторые из частиц, ушедших в марсианский грунт, затормозятся там и вернутся наружу, где их перехватит детектор. Чем больше в грунте водорода, тем больше нейтронов вернется к нам после выстрела генератора. Именно так ДАН найдет воду. Я думаю, что после аппарата МСЛ технология вот этого ровера будет также использоваться для продолжения мобильных исследований на поверхности Марса. Вероятно, эти роверы будут собирать образцы. Сейчас уже все понимают, что, чтобы доставить образец вещества Марса на Землю, неинтересно просто прилететь куда-то, приземлиться или приморситься, взять образец и отправить его обратно. Такие самоходные аппараты будут собирать, проникать в наиболее интересные районы, отбирать там, как интеллектуальные автоматические геологи, наиболее интересные образцы. Возможно, что они их будут доставлять в специально назначенный, какой-то предварительно согласованный район. И уже потом в этот район будет спускаться аппарат, на который они эти образцы будут загружать и доставлять его на Землю. Андрей Солдатов, Артем Тунцов, Игорь Мостовой, Артем Селезнев, Инфокс.